Хорошо, вот теперь часть семинаров. Для того, чтобы нам двинуться, скажем, в следующей части, давайте мы поговорим о самых основных, ключевых вещах. Поскольку я представилась вам очень-очень жато, скромно и все остальное, я хочу представиться чуть больше. Я могу попрыгать. А, хорошо. А, да, я поняла. Хорошо. Я действительно, знаете, наслаждалась пророческим течением, в течение многого времени, и до сегодня продолжаю это делать. Но в течение последнего, давайте скажем так, года я обратила внимание на то, что все больше служу в учительстве. И это как одна из грани, но это больше даже учительство тренерского характера. Поэтому у нас с вами будет и практика. И я вас просто приглашаю в это место, чтобы, знаете, смотреть не просто в земной плоскости на Лену, которая приехала и прыгает, а чтобы посмотреть на какие-то ключевые вещи через Писание и Дух Послания. Хорошо? Спасибо, родители. А вот здесь давайте мы поговорим таким образом. Чуть позже напишу. В шестой главе Коринфяна, первой Коринфяна, говорится о том, что соединяющийся с Господом есть один Дух с Господом. И сейчас вот, скажем, я хочу стартовать с этого местописания, чтобы пойти в более емкое и глубокое понимание каких-то ключевых вещей, которые дальше нам помогут смотреть совершенно с любой точки обзора. Хорошо? Напоминаю, шестая глава, первая Коринфяна, соединяющийся с Господом есть один Дух с Господом. И вот давайте мы возьмем такой пример. Вот, например, я, да, вот мой Дух, как иллюстрация, да. И что происходит? Бог в своей суверенной воле, царь царей, владыка всех владык, творец всего видимого и невидимого, выбрал поместить себя и свою славу в это творение. Вы представляете, уникальность сюжета в том, что Бог выбрал сам, и это сделал в своей суверенной воле. И что происходит? Соединение на уровне Духа, когда мой человеческий Дух соединяется с Духом Божьим. И происходит такого рода соединение, которое уже разделить невозможно. Это настолько мощное соединение, которое называется в Писании, ни плоть, ни кровь, ни высота, ни глубина, никакая другая сила не может меня отлучить от любви и от сердца Божьего. Как бы я со своей стороны не старалась и не выпендривалась, я все равно буду оставаться в его сердце. Это его суверенная воля. Ключевая мысль этой иллюстрации, что вот это вот соединение, вот это нечто уникальное, оно называется новое творение. Понимаете? Вот это, а вот теперь мы пошли сюда, вот это и есть новое творение, когда Дух Человека был соединен по его желанию сердца, с его сердцем, с его Духом, настолько, что разделить эти вещи практически невозможно. Это его решение. И вот, друзья, о чем я хочу сейчас поговорить, что мы иногда смотрим на себя, не как на новое творение, не в формате этого нового творения, а с того старого места, из которого, с точки обзора, с которой мы смотрели на себя до этого славного момента рождения. Понимаете, в чем речь? И получается, что даже будучи усилены самим Богом, получив все ресурсы, всю славу, все наделение от Духа Божьего, мы все равно смотрим на свое человеческое немогущество. Давайте его нарисуем вот так. Мы все равно смотрим на некую точку, которая иллюстрирует нас самих, но почему-то мы не способны остаемся переключить свое внимание совершенно в противоположном накоплении, чтобы смотреть на безмерное величие его могущества внутри каждого из нас. Понимаете, о чем речь? Иногда мы так часто говорим, что «Ха, Бог, посылаешь, но я ж...» История Моисея каждый раз повторяется, но когда Бог говорит, что «На тебе есть власть», нам не нужно бояться, потому что это не о нас, это не о нашей точке немогущества, это все о нем, это история любви его сердца, это история его славы, это способность и путь рассмотреть через этот подарок неба безмерное величие его могущества в каждом из нас. и это безмерное величие его могущества в каждом из нас преломляется так уникально, так красиво, так невероятно в соответствии с тем, кто мы как дар, какое на нас предназначение, в каком уровне власти мы сегодня ходим, и это подарок для каждого из нас. Хорошо. Вот от этого места давайте просто пойдем следовать дальше, чтобы была более ясная и понятная картина. Хорошо? Давайте все-таки оставим эту иллюстрацию, пусть она будет, знаете, как некой напоминалочкой, с какого места мы смотрим, где является наша точка обзора, и разделим некие понятия. Друзья, для того, чтобы двинуться дальше в вопросах понимания, давайте поговорим, знаете, разложим себя не на молекулы, но на эти составляющие, которые все-таки писание нам часто говорит, и с которыми мы иногда так усиленно боремся. Скажем так, найдем первопричину наших терзаний, почему же мы так упорно продолжаем смотреть сюда? С одной целью, чтобы все-таки свой фокус сместить и смотреть на Христа. Окей? И давайте для более емкого понимания мы поговорим о наших составляющих, о душе, душа, да? И о духе. И когда мы с вами пойдем говорить в плоскости духа, давайте мы будем смотреть именно не о том формате простого человеческого духа, который, знаете, традиционно подразумевает, что он дает нам жизнь и является центральной точкой нашей жизни, а посмотрим на то, что это новое творение, из которого действительно происходят все источники нашей жизни. Хорошо? Чтобы не затягивать все это, знаете, в долгий ящик, мы давайте распределим определенные вещи. Как у нас дела? Я понимаю, что сейчас немножко скучновато, но дальше вы поймете, к чему все-таки идет речь. Когда мы говорим о душе, наша душа, она носит внутри себя три основных составляющих. Давайте посмотрим. Первая составляющая это наш умственный интеллект. Давайте его просто напишем ум, который внутри себя включает разум, ну то есть мышление, да, и память. Красиво, конечно, написано. Следующая наша составляющая это эмоциональный интеллект. Почему я сейчас хочу и нарисовала его вот таким вот, знаете, достаточно емким? Потому что эмоциональный интеллект является центральной составляющей нашей души. Следующим пунктом нашей души является волевой интеллект, интеллект, воля. Вот здесь давайте немножко мы посмотрим кратко, но емко, что каждый из пунктов подразумевает. Хорошо? Когда мы говорим, например, о мышлении, о нашем разуме, эта способность обучаться, она в принципе дана каждому человеку. То есть среднестатистический потенциал каждого ума работает в соответствии с тем назначением, которое Бог нам дал. И уже это наша ответственность, насколько мы этот процент запустили, либо он деградировал. Но даже если на сегодняшний день, кстати, наш умственный интеллект определяется некой интерпретацией IQ. Кто слышал? Наверняка все слышали. уровень IQ, он может расти, потому что эта цифра не может всю жизнь оставаться как константа неизменной. Он либо растет, когда мы обучаемся, либо же он деградирует и цифра, вот этот показатель, коэффициент снижается. Но в любой момент, если только человек принимает решение, он может всегда с самой минимальной точки выстрелить. И коэффициент будет расти. Что касается эмоционального интеллекта, почему я говорю, что это центральная часть нашей душевной личности? Потому что именно эмоциональный интеллект отвечает за то, что нам, как людям, невидимо, но то, что мы очень ярко и качественно чувствуем. тот набор эмоций положительных и отрицательных, он, как правило, становится руководителем нашей жизни. Понимаете, в чем дело? На самом деле, вот этот набор эмоций, он определяет наш уровень жизни. Почему враг, как правило, бьет по душе. Если происходит надлом, удар, перемена настроения, какая-то драматическая ситуация, каждый раз это удар по эмоциям. И эмоции начинают руководить не только нашей жизнью, а практически становятся направляющей, если мы следуем за эмоциями. Давайте мы поговорим в таком русле. Если же человек эмоционально нестабилен, у него будет одна симптоматика поведенческая. Если же человек эмоционально здоров, совершенно другой взгляд, совершенно другое понимание обстоятельств, совершенно другая реакция. И выводы, и последствия, и реакции другие. Почему мы смотрим на две личности, которые находятся в одной и той же ситуации, но видим абсолютно разные реакции и поведенческие картины? Все зависит напрямую от этого составляющего. Хорошо? Что касается эмоционального интеллекта, долго разговаривать не будем, но именно он, когда в здоровом состоянии эмоции, позволяет нам в первую очередь распознавать лично свои эмоции. Распознать эмоцию в любой ситуации очень важно. Вы знаете, что в нашем теле есть нервная система? Когда нервная система отключена, человек просто обездвижен. Поэтому эмоции это как нервная система. Мы укололись или где-то происходит болевое ощущение, именно болевое ощущение в той точке дает нам понимание о том, что в том месте есть очаг, которому нужно уделить внимание. Точно так же реакция наших эмоций это как индикатор чувствительности. Чтобы понимать в каком русле нам нужно поработать с нашей душой. Понимаете в чем дело? Поэтому когда мы позволяем эмоциям руководить нашей жизнью не исследуя а что данная эмоция мне говорит мы будем ведомы эмоциями. Наша жизнь будет как носимая ветром лодка. И мы даже будем рассказывать я переменчива как погода и я непредсказуема как женщина. Эти аллегории во имя Иисуса я просто разрушаю над каждым из нас своими Иисусом. Почему? Потому что зрелый эмоциональный интеллект дает способность нам находиться в состоянии шалома для того чтобы распознать о чем данная эмоция сейчас сигналит мне и как я могу контролировать эту эмоцию. Следующий пункт что мы учимся действовать не только в своих пределах жизни но мы также учимся распознавать эмоции других людей чтобы знать как справляться с эмоциями других людей чтобы они в первую очередь не ранили нас эмоционально но с другой стороны помочь людям выйти из эмоционального кризиса. Бывали ситуации когда вам звонит брат сестра и прям истерит потому что что-то драматическое происходит и эмоция закипает но в нашей власти распознать эту эмоцию и помочь выйти давайте на этом остановимся по эмоциям будет понятно отлично следующее волевой интеллект кстати этот пункт у нас обозначается вот такой интерпретацией для воли когда я исследовала эту тему не нашла никакого обозначения но давайте поговорим что волевой интеллект также важен в нашей жизни потому что именно наша воля бог нам дал суверенную волю и право выбора на основании нашей суверенной воли без влияния извне и именно надлом воли показывает о том что где-то произошел надлом и человек в соответствии с этим надломом не может достичь например поставленной цели давайте возьмем простой пример как это может выглядеть кто знает людей или возможно даже за собой замечали ситуацию когда человек начинает но не заканчивает никакой предприятии будь то уборка в доме либо это бизнес проект либо абонемент на тренировку на год что бы это ни было и так люди могут ходить по кругу годами начинать но не заканчивать начатое предприятие потому что именно здоровая воля она отвечает за что за определение и постановку цели волевой интеллект отвечает за то чтобы когда всплывают либо положительные эмоции мотивы давайте даже о мотивах поговорим либо благие намерения либо же негативные воля отвечает за правильный выбор в борьбе мотивов и я вам хочу сказать что именно воля является показателем того либо мы рванули в достижении нашей цели и нас ничто не остановит либо же когда мотивы вот это знаете разбор полетов среди мотивов показывать что не стоит туда ловиться то именно воля она дает вот эту тормозную способность не пойти туда где может быть ловушка хотя эмоционально так туда тянет именно воля принимает решение в нашей жизни скажем так подводит нас к решению осуществить какие-то вещи или нет я сейчас задам вопрос видели ли вы или слышали людей которые говорят я не могу его простить именно воля отвечает за осуществление этого решения за принятие любого решения потому что даже если на уровне воли работает вот этот знаете конфликт мотиваций и люди взвешивают стоит не стоит но эмоциональная может настолько там сыграть свою роль что люди так и не придут к принятому решению и следующее за что отвечает наша воля за достижение любой поставленной цели мы можем на пути сдаваться ломаться нас могут бить но когда у нас целостная вот эта позиция мы дойдем до конца и давайте придем теперь к одному пониманию что весь этот букет сложен внутри нас гармонично по воле божьей и это должно все работать для нас и для осуществления его планов и проектов на этой земле это все должно быть в партнерстве с нашим духом и это то что должно знаете как создать качественную красивую упаковку для жизни в душе но что происходит как правило когда здесь на дно все идет совершенно по другому сценарию поэтому драгоценное давайте мы поговорим сейчас просто о том что все что касается души это подарок от бога и это должно нас усилить но никак не должно работать против нас но давайте посмотрим дальше писание говорит нам о том первая коринфина 15 глава это 45 стих что Адам когда был сотворен он был душою живою но мы не живем в Адаме и мы не живем в плоскости души наша часть это Христос который дух животворящий и который является вот этим новым творением в котором мы не смотрим на свое душевное не могущество но мы смотрим на безмерное величие его могущества внутри нас в этом уникальном партнерстве с духом божьим более того давайте посмотрим еще с такой точки зрения что когда у нас происходило вот это рождение свыше мы не были просто знаете как рождены теоретически для того чтобы мы имели практическое подкрепление что мы получили мы получили подарок сердца божьего сам дух святой потому что в иоанна 16 главе иисус говорит ученикам такие слова ребята я понимаю о том как вы переживаете что я ухожу вам три года так чудесно было находиться со мной и ваше сердце опечалилось но друзья родные не печальтесь потому что для вас лучше чтобы я ушел но дух святой который будет такой многофункциональный поможет усилить вас даст вам все необходимое оснащение потому что от моего возьмет и все возвестит вам все от сердца божьего возвестит нам поэтому если мы что-то и рассматриваем в духе то мы рассматриваем это только от сердца иисуса от сердца божьего понимаете в чем дело хорошо закрываем пока душевную тему и давайте сейчас поговорим о духе чтобы нарисовать некую картину духа нашего духа давайте поговорим о некоторых деталях которые возможно станут в понимании очень важными ключевыми глоток воды животворящей и дальше помните в писании Вифисяна в первой главе Бог говорит о том что у нас есть очи сердца то есть наш дух имеет глаза да и мы имеем способность в духе видеть хорошо следующее когда мы читаем например писание в откровении Иисус все время говорил имеющий ухо да слышит то есть наш дух имеет уши далее первая коринфян вторая глава говорит нам о том что мы имеем ум Христов да движемся в соответствии с этим давайте мы скажем так что мы имеем устах да потому что мы подобны Иисусу который был явлен Иоанну на острове Пахмос и который в устах имел острый меч и писание говорит о том как в 11 главе Исаии так и у Фессалоникийцев что духом уст он убьет нечестивого есть есть значит мы имеем уста как меч да мы не будем рассматривать там другие вещи давайте нарисуем так вот у нас голова в которой мы сказали голова уста уши глаза открыты мы имеем нос да для развлечения не будем просто на каждом фрагменте останавливаться четко но что хочу сказать что дальше если мы рассматриваем нас как духовную личность то писание часто и много говорит о сердце то есть наш дух имеет сердце но оно знаете расположено не в том месте где мы привыкли хвататься за сердце в физическом плане оно находится именно внутри нас это место где действительно престол божий поставлен и мы давайте скажем так сама скиния она представляла прообраз той скинии которой мы сейчас являемся и когда бог выбрал поместить себя в это ограниченное пространство чтобы дать людям наглядную иллюстрацию как это будет в будущем он сказал я вселюсь в вас и буду ходить в вас поэтому мы говорим что внутри нас в нашем духе когда произошло это чудесное соединение это рождение свыше это новое творение мы носим просто престол бога внутри нас в нашем сердце давайте посмотрим писание когда Иоанн был взят на небо он видел престол Иезеки видел престол Иезеки описывал что именно от престола исходят реки воды живой Иисус дал нам обещание что из нашего чрева из нашего духа из этого места из нашей сердцевины будут течь потоки вот эти жизни речи и духа это дух это функция духа когда мы в Ефесянах 6 главе читаем о всеоружии божьем мы буквально можем понимать что то описание там шлем да потом мы говорим что возьмите меч и щит меч у нас может быть как в руках так и в устах но обувь обуйте на ноги то есть у нас по сути мы приходим к тому что то что раньше говорилось что мы же духовные личности и знаете вот эта лентальность поместила в нас иллюстрацию вот как рисовали вот мы плоть а внутри нас вот такая душа и вот такой манюсенький дух я хочу просто обличить это ложное представление которое поставило нас и наш дух в ограничении мы говорим что наш дух безграничен его абсолютно ничто не удерживает и он такой он не облачко и он не точечка он реально имеет форму потому что все описание которое мы сейчас перечислили это все относится к плоскости нашей духовной личности и потому парень говорил открытым детством ребятушки до сего времени мы знали друг друга по плоти но уже пришло такое время когда мы не знаем друг друга по плоти но мы знаем друг друга по духу по духу друзья сегодня приходит время нам не оценивать друг друга по параметрам килограммам финансовому обеспечению в одежде сегодня время видеть друг друга в духе и не клеить ярлыки ставить печати потому что единственная печать Бога живого она на нас это дух святой мы запечатлены запечатаны и все нам говорится запечатаны духом Божьим он залог наш и сегодня когда мы будем встречаться я захожу к вам знакомство по духу это что-то невероятное я только вошла вот эта девочка принцесса иди сюда да я только вошла я видела что это реально стоит лучница это мантия воинской хвалы причем это поклонник сердца это поклонник Божьего сердца но она оснащена двумя инструментами в ее руках стрелы и меч и она знает когда в духе какой инструмент применить и у нее этот оптический духовный прицел ее духа настолько быстро на сердце Божье что она не промахивается она стреляет и попадает в десятку у тебя точное попадание снайперское ни один снайпер духа не может сравниться с тобой потому что у тебя такое точечное попадание потому что от его сердца пой и в этой песне будут происходить невероятные вещи потому что это песня духа вот это знакомство по духу когда мы смотрим вау я вижу просто на тебе реально что ты сидишь за печатной машинкой и это действительно создает книги и это книги которые не от земли это буквально ты как человек который преподает в небесных божьих университетах и ты имеешь эту привилегию заходить в те архивы которые в небесных университетах те кладовые в которых ты разворачиваешься ты читаешь причем ты вещаешь в простости политики и твой голос слышен и ты сидишь просто то что ты прочитала ты это напечатала и это имеет такой вес на каждой букве на каждом абзаце на каждой запятой такой вес славы что это происходит вот так переключку в духе благословляю просто и вот это друзья знакомство в духе это когда мы не смотрим друг на друга по блоке главное чтобы мы в духе были весомы потому что безмерное величие его могущества в нас делает нас таковыми мы ценные и многоценные только потому что кровью искуплены и им запечатаны давайте не будем смотреть на себя и друг на друга вот с этой проекцией пусть поменяются наши точки обзора и наше время сегодня перейти к рассмотрению назначения мантии но не с этой точки обзора а с этой точки обзора которая действительно от сердца Божьего потому что то что мы носим здесь мы носим самого Бога друзья когда мы говорим о ходатайстве когда мы говорим о молитве когда мы говорим о размышлении в слове первое что нам нужно делать папа я сейчас возможно эмоционально где-то чиркнула вот это событие или новость которую я слышала или телефонный звонок но я сейчас отставляю все в сторону твое сердце только твое сердце и эти вещи подключение к сердцу отца оно происходит не в этой плоскости это только вот здесь потому что его престол его трон его могущество его слава сокрыта внутри нас и я вам хочу сказать что молитвенники если вы ходили в молитвах я уверена каждый из вас это переживал на собственном опыте когда например ты начинаешь молиться и ты такой весь сосредоточился в духе потом хоп посмотришь три с половиной минуты прошло базар кухня отопления шпылесос вот еще стоит почему потому что мы не натренированы удерживать свой фокус на внутреннем человеке удерживать на своем духе понимаете вот эти блуждающие мысли они таки пытаются доминировать над позицией духа и я вам хочу сказать что на сегодняшний день друзья простите может быть то что я сейчас озвучу кого-то ударит или кого-то знаете заденет чихнет по душе но позвольте я это постараюсь сказать в очень мягкой корректной форме и в любви просто от папиного сердца среднестатистическое тело живет в этой плоскости и почему у нас столько неудач потому что мы не можем выйти из этой плоскости совершенно разные вещи происходят когда мы высвобождаем слово из этого места а Павел говорил такие вещи ребятушки я когда к вам приду я хочу чтобы проповедь моя была не от уровня не от коэффициента IQ не вот таких словах а в явлении духа и силы вот это оно потому что это не о моем IQ это о его безмерном величии и могущества во мне и через меня для оснащения тела и я могу вам от мозгов и вот так рассказать и вот так рассказать и знаете станцевать но это будут пустые слова но нам нужен вес на каждом слове нам нужно безмерное величие его могущества на каждом слове можно еще давайте прославим господа способность ум христов нам нужно чаще и больше смотреть действительно на ум христов который мы уже имеем а мы это уже имеем априори в новом творении не в нашей способности но как новое творение нам нужно только позволить духу божьему активировать это в нас и через нас чтобы он мог вычерпывать ум христов и тем самым трансформировать наш умственный интеллект почему писание нам настоятельно рекомендует римлянам 12 глава 1 и 2 стих обновляйтесь ребятушки обновляйтесь и 50 4 глава говорит ребята обновление ума духом ума нам мега важно чтобы вот эта составляющая она подчинилась вот этой части но на сегодняшний день мы поставили как это телегу впереди лошади и у нас наш умственный интеллект вышел впереди духа но нам нужно понимать что когда мы что-то рассматриваем в духе мы можем это видеть как сквозь тусклое стекло да и не всегда достаточно даже вот этой трактовки формулировки чтобы объяснить то что мы видим но именно способность нашего ума дает нам понимание в какие слова это облечь чтобы передать потому что внутри меня я и так духом понимаю может я не могу это артикулировать на данном этапе но духом я понимаю но для того чтобы это послание трансформировать в слова и передать мне помогает не центральная вернее администратор разум потому что центральной осью составляющей основой является ум Христов через что и приходит дух премудрости и откровения к просветлению наших очей понимаете в чем дело давайте сейчас поговорим о глазах это все друзья вот то что говорю вы не думайте что я так приехала покричала уехала это все относится к пророческому служению и вы в конце поймете почему то есть прежде чем пойти глубоко в пророческое оснащение нам нужны основы которые знаете как отвес выровняют внутри нас понимание каких-то вещей поскольку мы говорим о глазах давайте посмотрим элементарные вещи в писании глаза духа призваны рассматривать из плоскости духа но они имеют способность видеть душе и красивой плоскости глаза наши человеческие они не могут проникнуть дальше в видимой сферы поэтому нам нужно научиться смотреть и не истолковывать не интерпретировать землю нам нужно научиться глазами духа видеть в плоскости духа и дальше чтобы из духа рассматривать небесные вещи давайте практически поговорим как это даже возьмем девятнадцатую главу третье царство вот здесь сейчас знаете такое пограничное будет время и мы говорим о мантии и но вот этот удар в дух где наш драгоценный брат который задал вопрос о изобилии в девятнадцатой главе мы действительно видим историю которая уже является постфактумом после этого столкновения в духе и мы не будем глубоко туда уходить но просто по касательной коснемся смотрите первое когда мы говорим например о людях которые живут в этом мире о младенцах о определенном духовном уровне младенческом да враг как правило начинает бить по эмоциям чтобы сломать на этом уровне в плоскости души но когда уже человек начинает двигаться в исцелении этих вещей враг пытается бить в дух и как правило эти удары осуществляет именно этот дух то что мы видим в иллюстрации с Иллией но давайте посмотрим не на сам факт а на уроки которые Бог хочет преподать нам через эту иллюстрацию удар в дух был такой силы что он убоялся и сбежал сбежал в некое уединение и вот ангел его пробудил подкормил и Бог назначил ему встречу на горе причем на горе меч на горе хариб потому что хариб в переводе с еврита обозначает меч определенные вещи внутри нас должны пройти через меч и меч должен стать центральной составляющей нашей личности когда мы проходим вот подобного рода истории не сражаться с людьми но действительно пройти через меч чтобы устранить те негативные вещи которые могли оставить отпечаток пошли дальше Илья рассказывает первый вопрос когда Бог задает Илья говорит Илья что ты здесь а он говорит вы знаете ответ где у нас да вот кстати увидела предыдущий стих и вспомнила когда Илья пришел на гору хариб он спрятался в пещере иногда когда мы переживаем такие драматические ситуации нам хочется спрятаться в пещере и мы можем рисовать себе любого рода пещеры начиная от изоляции уединение депрессии ну уединение некачественное не с Богом депрессия точно так же как и в пещеру впадать в ложные источники утешения не будем туда глубоко уходить но именно из этого места из той пещеры Бог вызывает Илью Бог вызывает нас всех из любой пещеры где бы мы ни были потому что 61 глава Исайя говорит о том что Иисус Он ходит в помазание пленных освободить и узникам дать вот это освобождение понимаете о чем речь поэтому в какой бы пещере мы эмоционально не прятались Бог всегда нас вызывает на встречу лицом к лицу и вот это приглашение выйди 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 из своего защитного механизма я хочу к сердцу к твоему говорить лицом к лицу но этот страх дает возможность или знаете закрыть лицо немоди 2 коринфян 3 голова говорит о том что мы преображаемся в образ Божий только с открытым лицом поэтому чтобы не закрывало наши глаза чтобы не закрывало глаза оно все должно пасть чтобы мы с открытым лицом в плоскости духа могли преображаться в этот образ Христа от славы в славу чтобы мы носили здесь небесный образ отпечаток неба но трансформироваться и преобразиться в небесный образ может только дух только дух душа она будет расцветать потому что жизнь течет изнутри наружу хорошо пошли дальше и вот звучит во второй раз один и тот же вопрос Илья что ты здесь и вот ситуация что Илья отвечает во второй раз одними и теми же словами а теперь ребята хочу сказать суть насколько важны для нас духовные глаза духовные глаза они могут видеть плоскость духа как мы говорили но Бог смотрите сколько раз в истории писания Верхов Совета Бог и в Новом Завете в особенном откровении Бог задавал человеку вопрос что видишь у нас всегда есть приглашение от Бога рассматривать в духе и мы можем давать ответы из разной плоскости либо же из плоскости земли либо же из плоскости духа и второй момент это кстати тоже в копилку пророческому нам не нужно только увидеть картинку нам важно понять послание того увиденного и послание не от наших мозгов а от сердца Божьего а теперь немножко глубже пойдем глаза посмотрите какая штука что будучи ударит в дух он как первый раз назвал видимую сон земли точно так же и во второй раз при втором вопросе он отвечает тоже из плоскости земли но давайте посмотрим на картину с глазами саглядаты 12 человек 10 видят землю которая действительно страх подвела внутри их два человека видят в духе Бог с нами мы возьмем мы возьмем мы возьмем эту землю два человека Елисей и слуга находятся в одной ситуации и они видят в разных плоскостях тот видит армию и у него поднимается невероятный уговень страха а тот находясь в той же ситуации смотрит в духе он видит невероятную армию ангелов вы чувствуете разницу куда мы смотрим потому Иисус говорит слепому протрем глаза что видишь ой какие-то дерева пошли так секунду а теперь о вижу понимаете в чем дело Бог каждый раз приглашает нас в новый уровень чтобы мы посмотрели дальше земных и душевных образов чтобы мы активировали глаза духа чтобы видеть в плоскости духа то что он имеет для нас и через нас почему Иисус говорил что я ничего не делаю пока не увижу в духе отца творящий нам важно научиться настолько знаете как помазать этой мазью глаза нашего сердца чтобы прозреть от всех образов души от всех картин внешнего мира от всех картин земли пророческая помолчи начнет купить смотрите для пророческого служения когда мы движемся в пророчестве и действительно нашим основным инструментом являются глаза способность видеть давайте скажем просто видеть нам нужно помнить что у нас душа имеет в памяти набор земных образов и это могут быть образы как видимые земные события это может быть опыт это могут быть иллюстрации каких-то картин это художественные фильмы это литература это мультик это сказки да что угодно это может быть друзья и бог это тоже может употребить чтобы говорить с нами на понятном нам языке но не сами образы души должны звучать а тот набор духа набор образов духа который мы рассмотрели с богом с духом святым в небесной плоскости потому что наша задача как иисус молитвы отче наш говорил сделать волю отца как на небе так и на земле и для того чтобы осуществить это желание божьего сердца вот здесь это все изобразить на земле нам нужно рассмотреть а как это там на небе для этого нам нужны эти глаза духа которые функционируют в назначении и каждый раз когда мы с ним проводим время преображаясь его образ этот духовный оптический прицел внутри нас начинает работать четче и яснее и масштабнее и мы уже смотрим не только масштабами локальной жизни мы уже начинаем смотреть масштабами города мы начинаем смотреть масштабами страны и мы уже сидим казалось бы вот здесь в Киеве но мы видим там Америку Южную Африку Индию и мы посылаем слова я скажу больше а как вам ситуация что мы вообще не ограничены в нашем духе и наш дух растет и распространяется в соответствии из тем насколько мы позволили духу Божьему нас распространить как вам например Даниил который был высокого духа я вам хочу сказать что 3 глава Ефесян говорит что мы можем через наш дух познавать сердце дух отца дух Божий его широту долготу высоту и глубину и у него вообще нет ограничений и мы точно так же распространяемся в широту в долготу высоту и в глубину в нашем духе потому что мы подобны нашему отцу мы сотворены по его образу и подобию мы отображаем его и наше распространение в это 4D миллионгранное пространство оно может также в духе молитвенно покрывать твою семью твою церковь и потом дух твой распространяется твой город и твою страну и сидит такая бабулечка у себя дома на языках чешет и заходит вот такой дух и почтение почему потому что высокого духа человек и когда знаете нам кажется что вот такие приехали ковруды почтение ой посиди и сидит там женщина где-то на заднем ряду и мы думаем вот это даёт вот это круть а возможно просто вошла бабушка села на задний ряд и принесла вот такого бога и мы сидим просто наслаждаться да каждый из нас приходит и мы приносим славу мы приносим царство мы приносим присутствие это невероятный портал да да и они но нам нужно не уничижать друг друга в духе почтение окей и мы можем быть в разных сезонах мы можем быть в сезоне глубины например и каждый переживает что-то удивительное в своем сезоне глубины а кто-то в сезоне широты и это тоже так своеобразно переживается в духе но друзья точно так же как бог хочет нас созидать он хочет точно так же и влиять через нас потому что владычество на раненых его да и как водами все умирают так во Христе все оживают и каждый в своей последовательности да сначала душевное для того чтобы ожило духовное но чтобы ожило 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 да а теперь друзья скажем просто знаете у меня много лет назад началась одна удивительная история с духом святым через приглашение в притчах которое говорится дух человека переносит его немощи а если дух поражен кто поможет ему и это место писания оно стало приглашением в сегодняшнюю тему почему потому что именно дух светильник Господь и Господь возжигает его твердого духа ты хранишь в совершенном мире владеющий собой своими эмоциями лучше завоевателя города и вот эти все вещи они стали приглашением в мир духа в эту жизнь с духом чтобы рассматривать духовные ценности чтобы рассматривать их спасницы я начала просто анализировать я говорю хорошо бог если ты говоришь что дух человека переносит немощи вот сейчас элементарно в мою ситуацию в мою жизнь пришла ситуация я не могу ее перенести тогда поговори со мной я что немощная в духе да дух хорошо по разной причине сейчас не будем туда ковырять но вопрос в том что я с этого места начала просто понимать бог есть ли что-то что усилит мой дух да это я но если ты начнешь мне уделять время проводить со мной это время заниматься качественным ростом своего духа и это друзья наша с вами ответственность заниматься ростом нашего духа потому что мы научили раскачивать ум мы раскачивать научили раскачивать наши эмоции раскачивать остальные душевные вещи но мы не проходим дальше понимание почему потому что душа все равно имеет ограниченный ресурс только в духе нет ограничений и я вам хочу сказать послушайте очень правильно постарайтесь меня услышать среднестатистическая церковь сегодня занимается служением в плоскости души я никого не хочу обидеть никого ни в коем случае но нам нужно выйти мы упаковываем все в духовные упаковки но содержанием нашего служения все равно остается эта плоскость нам нужно выйти и рассмотреть с позиции неба что Бог имеет в плоскости духа для служения в духе и истине потому что именно таковых ищет себе отец но это время уже настало и от нас зависит когда и насколько качественно мы войдем в это служение духа и истины окей хорошо друзья давайте пойдем теперь практически когда допустим мы говорим о духе очень важны духовные дисциплины и если на самом деле здесь у нас есть какие-то косяки поверьте когда дух растет и распространяется эти вещи выравниваются автоматически я согласна с тем что нам нужно служение в душе в плоскости души а теперь внимание красным огромным шрифтом пишу служение в душе нам нужно только в том случае если где-то человек застрял и не может продвинуться в плоскость духа и только еще крупнее шрифт и прям алым шрифтом только в партнерстве с духом святым только в партнерстве с его сердцем только по его водительству потому что я не согласна друзья сейчас просто начинаю я не согласна с тем что НЛД сегодня пришло в церковь простите друзья я не согласна с интеллектуальными посланиями я не согласна с конфронтацией которая из-за надлома эмоциональных и волевых ресурсов происходит в теле когда кто-то кому-то что-то доказывает когда это сиротство вызывает тело во вражду с самим собой конфликты я не согласна потому что Иисус подарил нам безмерное величие своего могущества победив это все на кресте его крови достаточно и когда мы говорим о служении духа это должно быть только только исключительно по водительству духа послушайте профессиональные психологи на сегодняшний день не рискуют они боятся взламывать подсознание но НЛП взламывает подсознание это инструменты земли демонические которые работают с личностью человека да ну я так по рабоче-христиански интерпретировала послушайте только дух божий может вскрыть ложь только дух божий может от сердца отца проговорить истинную жизнь человека кто мы как творение решили что мы можем взламывать людям подсознание и закладывать свои программы мы не имеем власти мы не имеем права и нам нужно покаяться в этом потому что даже ребята когда в этой плоскости мы осуществляем давление на какую-либо личность мы уже освобождаем колдовство не говоря уже о том что мы пытаемся переделывать и перепрограммировать людей на свой формат у нас нету такой власти бог нам этого не давал нам нужно в этом покаяться эта власть дана только духу божьему потому что только он знает намерение от божьего сердца что нам во благо но что не на зло и только он способен трансформировать нас так как он имеет о нас да аминь и вот когда мы занимаемся ростом нашего духа мы действительно начинаем расти распространяться и эти вещи автоматически устраняются и это приносит нам свободу а о чем о чем мы будем следовать дальше хочу поговорить именно о наших устах вы знаете что наши устах они имеют какую-то специфическую такую часть соединения с нашим сердцем и то что мы говорим оно может звучать либо из этого места либо из этого места либо из ключевого места и мы по сути ответственны за то что мы транслируем потому что мы представлены как голос Бога на земле и я говорю мы включаем все тело потому что свидетельство Иисусова это дух пророчества это не что-то для отдельных это не для вот таких вот элитных это для тела потому что Он Голова и мы имеем честь быть свидетелем нашей Головой свидетелем Его победы Его славного воскресения даже нашей жизни поэтому свидетель это значит тот человек который стал очевидцем и рассказывает события которые свидетелем чего Он стал поэтому мы как свидетели мы транслируем славную победу Христа мы транслируем небо мы транслируем сердце нашего Отца и что мы вкладываем в наши уста то соответственно не производит плод окей теперь дорогие давайте мы посмотрим из того место где Иисус говорит о себе в послании Иоанна что слова мои судь дух и жизнь для того чтобы коснуться непосредственно наших уст давайте посмотрим еще такое дело вот это соединение между сердцем и устами оно действительно знаете как отображает что мы носим внутри потому что от избытка сердца говорят уста иногда мы сталкиваемся с людьми и мы понимаем откуда идет трансляция поэтому родные чтобы понимать в какой плоскости и что мы высвобождаем нам нужно уметь с духом Божьим что сейчас транслирует мои личные уста и что мои уши слышат как трансляцию из чужих ушей окей вот здесь давайте поговорим когда мы говорим о слове сама возможность воспроизводить звук вот это слово оно имеет духовную природу почему потому что любое слово высвобождается на дыхании на дыхании Божьем подразумевается что на дыхании Божьем далее давайте посмотрим что слова они как духовная субстанция я бы ее ну знаете это моя подача вы можете видеть другую совершенно грани интерпретировать по другому я просто поделюсь с вами своим переживанием как я это увидела наши уста высвобождают некую духовную субстанцию это как некая капсула которая высвобождает в этот духовный и физический в том числе мир некое содержание и за содержание этой духовной капсулы ответственно наше сердце понимаете в чем дело поэтому когда Иисус говорил о себе он сказал слова мои которые я высвобождаю я говорю это духовная субстанция которая напитана самой жизнью концентрированным содержанием этой духовной капсулы является жизнь и когда я говорю эту жизнь жизнь начинает трансформировать все чего это слово касается более того в наших устах это же слово с его содержанием носит интересный такой образ меч который писание говорит что оно разделяет между духом и душой поэтому нам как никому и никогда важно осознавать что мы транслируем чем наполнено какое содержание носит наше послание им чтобы мы смогли разделять как внутри себя так из того места где это транслируется новости ли это плоскость ли земли что-то вещает с каким-то негативным подтекстом либо же действительно транслирует небеса точно так же могут высвобождаться некие духовные капсулы в которых содержание например горечь депрессия просто концентрат смерти и ты иногда встречаешься с человеком одно слово типа простите не столь надо бы кто-то нас вылетело и ты не понимаешь почему целый день просто тебя рубит не понимаешь потому что было высвобождено нечто пошли дальше когда мы говорим действительно о содержании наших слов нам очень важно понимать из этой плоскости это звучало и оно вынесло жизнь и эта жизнь потекла и начала развиваться либо это было высвобождено отсюда на самом деле мы отсюда тоже вещаем это нормальная наша жизнь это наша часть единственное что если вот в этих местах есть болевые точки которые давайте мы назовем раны боль связанная вместе с этими раны горечь или какие другие будем перечислять эти вещи то Павел писал ребятушки наблюдайте за этим чтобы это не испортило вас и окружение хорошо потому что когда мы говорим от сердца некая все равно примесь она будет заряжена в эту капсулу духовных слов хорошо давайте теперь мы поговорим в таком плане нам нужно понимать когда мы идем пророчествовать особенно говорить в чью-либо жизнь говорим ли мы из этой плоскости или говорим из этой плоскости будет совершенно разный звук потому что разное наполнение и плод будет совершенно разный нам нужно только дух и жизнь и мы потому с вами вот сегодня все это рисуем там я тут прыгаю для того чтобы научиться различать где говорить сейчас лучше боль например проблема оттенок депрессии дур смерти болезнь определенная так через рану потому что в духе мы свободны мы искуплены и никакое проклятие здесь работать не может априори креста достаточно кровь все совершила окей но вот здесь мы можем быть носителями определенных вещей почему потому что именно заболевой эмоциональный эффект может прицепиться что-то не очень хорошее пошли дальше наш ум каким образом брак может действовать из этой плоскости помните писание говорит нам о твердых в советском обществе давайте мы назовем это более таким деликатным словом убеждения любого рода набор убеждений оно формирует ментальность оно формирует привычки оно формирует проекции и поэтому если тут есть какая-то твердынка мы на все будем смотреть через эту твердыню через сквозь призму мы все будем преломлять через это понимание поэтому твердыни могут быть персональные семейные эмоциональные слышали например такое а у нас в культуре все иначе конечно потому что есть определенный набор убеждений послушайте друзья писание нам говорит о том что независимо от того чего бы здесь не было настроено неважно даже каким термином мы это назовем твердыня или убеждение писание говорит о том что мы сражаемся не против личности ни в коем случае нам нужно как особенно пророческим людям научиться внутри себя разделять как мы сейчас разделили дух и душу для более емкого понимания этих зон ответственности для более емкого понимания что когда и как функционирует тогда когда мы сможем внутри себя разделить личность и ментальность вот эту твердыню мы не будем сражаться с личностью мы не будем сражаться по плоти но писание говорит о том что мы имеем оружие во множественном числе друзья сделайте нам следующий стих оружие это множественное число это говорит о целом небесном арсенале оружие которым мы воинствуем да но именно воинствование наше оно происходит в духовной плоскости но это оружие оно носит разное назначение и оно сильное 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 повторяю Богом не нами не нашими претензиями не нашими ожиданиями не какими-то душевными этикетками которые мы вешаем на людей но это оружие целый небесный арсенал который заряжен самим Богом который заряжен самим небесным откровением на разрушение этих твердых и мы иногда как такие знаете с микроскопом исследователи проходим и мы прям примеряем кого у кого как твердых но друзья Иисус говорит вынь сначала у себя и только потом ты сможешь но когда сейчас мы занимаемся неразвитием и ростом нашей души но взращиваем наш дух действительно сам Бог Дух Святой в правильное время высвобождает арсенал оружия против например твердыни нищеты в моей личной личной персональной жизни для начала потому что если дай нам следующий стих всякое послушание мы пленяем свое прежде всего помышление в послушании Христу и еще следующий стих чтобы впоследствии когда я с духом Божьим разобралась с этим набором твердын в ментальности нищеты я могу уже я имею над этим духом власть я уже имею способность его различить не просто с позиции января но с позиции духа и высвободить оружие со властью которое также будет сильное на разрушение тверды жизни других людей то что мы победили в своей жизни мы в духе получили власть над тем чтобы этим же послужить другим поэтому друзья мы сначала с духом святым идем в наши в наши бревна и сучки для того чтобы он в своей суверенной воле в правильное созревшее время когда этот сучок или бревно уже созрело чтобы вынуть его безопасно мы делаем это вместе в нашем партнерстве не я занимаюсь самоговорением не я снова держу фокус на своем немогуществе но безмерно величие его могущества во мне делает меня способной пройти это безболезненно и во славе поэтому друзья мы сначала работаем в своей жизни потому что вспомните мы поговорим о священодействии священники не могли прийти предлицо Бога чтобы ходатайствовать за народ пока они не очистили свои собственные одежды понимаете о чем речь поэтому зона нашей ответственности сначала наша личная жизнь и только потом очистив поработав с Духом Божьим не с самоковырялкой мы можем идти и священодействовать предлицом Господа за народ а потом за народ ты и так далее в прогрессии окей хорошо теперь друзья давайте мы поговорим именно про уста вернемся сейчас вспоминаю просто следующую мысль ради чего начинала говорить когда мы высвобождаем из плоскости души но подтравленные горечью вещи когда мы не из духа но с плоскости души оказываем влияние на волевой умственный или эмоциональный интеллект другой личности мы высвобождаем колдовство в это время мы начинаем сотрудничать с Божьим Духом и я вам скажу что нам нужно научиться с Духом Божьим распознавать когда мы вдруг начинаем быть употребляем может быть это с вами не случается но люди все подвержены и нам важно также с Духом Божьим распознавать когда на нас оказывается это духовное давление распознавать вот наша ответственность кровь именно именно самые высокие эмоции зона эмоций как положительных так и отрицательных является местом образования душевных связей почему почему я сейчас говорю в противовес с центральной частью нашего Духа потому что точно так же как из нашего чрева потепут источники жизни воды живой враг заботится о том чтобы через нашу эмоциональную сердцевину образовать вот эти душевные связи поэтому когда мы начинаем работать в плоскости Духа Дух Святой это делает опять же как из твердыми так и с душевными ранами и связями все вовремя и в безопасной и комфортной для нас зоне это не причинит нам никакого вреда об Иисусе сказано трости надлобленные не переводят на курящие не угодят все только на созидание потому что слишком дорогая цена нашего искупления хорошо друзья вот давайте пока вот здесь мы заканчиваем и идем к нашей центральной личности помните я вам сказала о том что вот это местописание в притчах что твердого духа ты хранишь соверш нет соль дух человека переносит его немощи вот это место оно как вызвало меня в рассмотрении исследования вообще этой темы знаете есть такие люди которые в писании звучат под такой интерпретацией что он копал и углубился есть такие копатели и я очень рада когда я встречаю копателей они 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 точно какое-то сокровище как накопают реально это оснащает тело это так драгоценно я хочу просто сейчас в этом аспекте поделиться с тем что я имела честь накопать духом для своей жизни когда я начала исследовать этот вопрос что меня усилит я начала рассматривать писание потому что знаете сегодня церковь прибегает к семинарам тренингам обучалкам личностного роста развития в этой сфере в этой сфере когда мы знаете пытаемся раскачать душу траляля и все остальное и залечить замазать визуально именно вот эту сферу но мы призваны быть учениками ученик он ученик в том случае когда он функционирует и обучается плоскости духа потому что Бог наш есть дух мы есть дух соединение вот это новое творение рождается в плоскости духа поэтому все что мы как новое творение призваны высвобождать оно все относится к плоскости духа пока с Богом драгоценным теперь смотрите какая вещь когда мы говорим о вере вера это продукт духа давайте вообще посмотрим когда мы работаем в партнерстве с духом святым мы работаем в плоскости духом когда мы говорим что мы в партнерстве наша дружба все больше угоняется соответственно от нашей дружбы будут рождаться и открываться внутри нас как дары так и плоды и нам не нужно будет изо всех сил выдавливать из себя любовь выдавливать из себя веру потому что мы пытаемся иногда не получается наш ресурс будет ограничен это все работает в плоскости духа это реально плоды и дары духа но давайте будем смотреть писание приглашение от духа божьего очень сильно звучало на первое коринфянам вторая глава где бог говорит о своем приглашении рассматривать глубины божьего сердца глубины духа для того чтобы нам проницать глубины духа нам дан дух святой потому что мы по-человечески не в состоянии проникнуть в то место где оно для нас все равно ограничено душа в эту зону проникнуть не может но дух святой нас усилил для того чтобы с ним как с проводником как с тем который наставник как с тем который утешитель как с тем который учитель он мог нас провести в те глубины в которых мы будем раскапывать с ним то наследие и те сокровища о которых все писание нам говорит обильно да и это приглашение внутри меня звучало так что действительно душевный ограничен он не может туда проникнуть но духовный судит обо всем и мне хотелось пройти в ту зону где я могу с духом божьим судить обо всем проницая эти глубины рассматривая это наследство в духе и это стало таким мощным приглашением когда я сказала дух святой ничего мозгами не понимаю они сейчас даже будут мне активно лгать чтобы унести меня от этого но я выбираю следовать за тобой что ты мне предлагаешь первая дисциплина которая звучала в моем сердце это молитва на языках потому что драгоценные мои иуда 20 стих говорит а вы святейшие наседаю себя на вере божьей молясь духом давайте теперь посмотрим первая коринфянам 14 глава говорит нам то же самое что когда мы молимся на языке мы наседаем себя то есть это работа нашего внутреннего человека поэтому драгоценное когда мы говорим слово наседание духом или молясь духом это речь идет в переводах о строительстве и мы знаем что мы молясь духом просто строим наш духовный храм кто из нас живя в доме не заботится о том чтобы дом был отремонтирован в безопасности в замечательном мире так сказать ремонтиком и все остальное да наш дом как физический но главное чтобы духовный наполнялся прекрасным и драгоценным имуществом небо через откровение это настолько ценно драгоценное мое и я вам хочу сказать это был путь это было целое приключение когда ты просто молишься на языках твои мозги тебе врут потом у тебя что-то выползает на поверхность ты на что-то наталкиваешься в духе объяснить это себе не можешь готов сделать вот так что угодно но каждый раз то святой у тебя есть оружие воинствования которое заряжено твоей силой и твоей благодати достаточно и я смотрела на воздаяние как Моисей почему потому что писание об этом говорит например я смотрю на иллюстрацию Павла а Павел говорит вот это местописание а жало воплотит но все видят жало но никто не видит того что он говорит о себе драгоценное вот эта превосходность откровения на нем была и я когда увидела что вот это откровение на нем было мощной невероятной силы глубины откровения я хочу этого Дух Святой если ты однажды дал это Павлу значит ты способен дать это и мне я хочу глубину такого откровения проведи меня в место где я вычерпаю откровение от Духа от сердца твоего относительно той или иной темы и ты молишься и иногда это похоже на то что ты копаешь и это стоит каких-то усилий вдруг ты наталкиваешься на какую-то твердрину мы разбираемся с этими вещами потом это славная победа где как проваливаешься в место откровения где ты можешь сидеть сутками неделями месяцами и просто вычерпывать Духом Святым ты не успеваешь записывать под диктовку потому что мы попали в какое-то в Духе место плато где сейчас например звучит откровение о крови и скуплении или например мы дальше пошли и в этом новом месте в Духе мы вычерпали откровение о священстве я вам кстати хочу сказать драгоценные вы знаете о том что прежде чем пригласить израильский народ на гору встретение Господу Бог сказал им ключевые слова мы я хочу вас сделать царством священником народом святым и это была мечта представляете мечта Божьего сердца что вот вы мой народ и вот я не хочу просто поставить одного царя или одного священника посреди вас я хочу вас всех сделать царями и в то же время чтобы вы функционально выполняли работу царей и это на вас на всех как на моем народе для того чтобы вы как моя часть священства как моя часть царства священно действовали и царствовали над народами для них и ради них и по сути эти же вещи мы получили во Христе потому что в пятой главе откровения он сказал о нас что он уже соделал соделал это запечатано что это соделано на нас как священники и как цари но согласитесь на сегодняшний день церковь тела она просто не понимает она еще не пришла вместо откровения о священстве кто я вот в этой части как священник мы знаем малую часть но есть глубина этого откровения как мы как священники можем священодействовать на этой земле как мы можем священодействовать за землю за народ за народы как мы можем священодействовать как это работает функционально и когда ты проваливаешься просто в духе в это откровение ты не успеваешь записывать вычерпывать когда это все горит внутри тебя И ты потом, Дух Святой, теперь все это разложи по полочкам. Теперь дай вот этому откровению, которое Дух сейчас получил, интерпретировать и мозгу, и эмоциям, и всему остальному догнать и трансформироваться в соответствии с этим посланием Духа. Понимаете, в чем дело? И так далее. И, друзья, я верю, что для каждого из нас прежде всего звучит приглашение пойти в эту глубину, чтобы с Духом Божьим проницать в те глубины Божьи, проницать в глубины Божьего сердца, проницать в те сокровища, в то наследство сыновей, которые Он имеет о нас и для нас. Потому что есть духовный принцип. То, что мы увидели в Духе, это наше. Мы это берем. Понимаете, в чем дело? Когда мы знаем этот принцип, что мы, будучи в Духе, распознали, увидели те или иные вещи, они наши, и Бог дал нам власть над этим. И Он нас, Духом Святым, научит функционировать в соответствии с Его волей и сердцем. Как это применить лично в моей жизни в соответствии с тем даром, кто я есть. Понимаете? Это действительно партнерская, учительско-ученическая партнерская работа. Это тренерство. Когда твоим учителем и твоим тренером является сам Дух Святой, и Он тебе покажет такие акробатические этюды в Духе, которые люди еще не увидели. И для каждого это будут свои этюды. Это будет набор тех откровений Его сердца, которые не для всех, а личные. Как сильно мы сегодня нуждаемся в этих личных вещах. Следующее, друзья, давайте относительно молитва на языках. Как дисциплина, которая позволяет нам строить наш Дух, развиваться в Духе, расти, чтобы наш Дух был крепким, сильным. Даже не ради того, чтобы переносить просто немощи, а ради того, чтобы вырасти в одно очень важное состояние. Давайте я скажу это таким словом. Может, оно не совсем подходит. Чтобы вырасти в сыновей. Неважно на земле, ходим ли мы в женской оболочке или в мужской, в Духе, мы все равно сыновья. Это привилегия быть его сыновьями. Но Иоанн говорит нам о такой удивительной вещи, что оказывается, есть власть от Отца на либо быть, либо только называться сыновьями. Чувствуете разницу? Быть, это быть по содержанию, по ментальности, по течению, по принятию решений. Это просто демонстрировать небо и сердце Отца, как это сделал Иисус. А называться, это называться. Я сегодня себе могу бейдж повесить, любой, но этот бейдж не будет определять мою идентификацию. Он скажет, что типа я претендую на это звание, но являюсь ли я этим внутри? Пришла ли я к содержанию, быть тем, кем бейдж обо мне обещает быть? Но наша задача сегодня с Духом Божьим прийти в то место, где мы не просто называемся, а где мы качественно по содержанию сыновья, которые действительно демонстрируют, как Иисус Отца, Его сердце. Это огромная разница. Следующее, Писание. Писание, друзья, как это вкусно, как это сладостно, это невероятно глубоко. И приглашение от Духа Божьего просто вместе с Ним пойти в Писание и вычерпать эти глубины истины, потому что поклонники, они будут поклоняться как в Духе, как и в Истине. Ну, простите, что я вот взяла. Но в Истине, с Истиной, с самим сердцем нашей Истины мы находимся здесь. И я вам хочу сказать, есть огромная разница. Когда я читаю Писание с этой точки обзора и читаю Писание с этой точки обзора, это совершенно другая картина. И даже если сегодня мы привыкли в дисциплине быть, читать Писание, спасибо большое. Можно ли я пока? Вдруг мне еще попадается меч. Мы привыкли, знаете, информационно через мозг пропускать Писание. Мы знаем, что Писание на память. Но нам важно не знание, не информационный поток. Нам важен вес откровения. Нам важен вес на каждом слове, который рождается только отсюда. Только от партнерства с Духом Святым. Когда одно слово в Писании, оно становится порталом, куда Дух Святой тебя просто всасывает, и ты не можешь этому противостоять, потому что это наслаждение с Ним. Оказаться в этой духовной реальности и просто пить, пить, пить саму истину. Есть этот хлеб. Он говорит, если бы ты знал, если бы ты только знал, самарявки у колодца, если бы ты только знал, какая у меня для тебя есть вода живая, ты бы просила. Если бы мы только знали в нашем сердце, как вкусно и сладко вкушать этот хлеб Духом вместе с Ним, мы бы ели, 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 ели непрестанно. Но Иезекиилю Бог говорит, съешь, наполни, настолько наполни все свое чрево, всего себя, вот этим качественным содержанием этого свитка, этим посланием, что ты сам становишься этим посланием, что ты сам становишься этим свитком, потому что Иисус прежде прошел тем же путем, Он сначала был Словом, которое стало плотью. И Он хочет точно так же стать Словом внутри нас, чтобы потом трансформировать нас в себя самого в этом же Слове и являть славу Отца. Как это приславно. есть серия духовных дисциплин, о которых мы сейчас говорим с вами раз-два-три и там, да, только для того, чтобы, знаете, получить оснащение. Но Дух Святой, Он будет каждого лично проводить в это место близость, из которого каждый будет в той или иной степени, в большей или меньшей мере, все равно получать оснащение. Но цель одна, чтобы наш духовный человек рос и распространялся. И владычество было так же на раменах наших, как и на Его. Потому что Он первенец. А мы последователи. Мы со-наследники. Но мы имеем обетование к Иисусу, что то, что Он сделал, мы сделаем больше. Потому что мантия Ильи на Елисеи умножилась. Поэтому мантия Иисуса, Сына, на нас умножится в этом явлении славы и владычества. Друзья, нам нужно прийти в это место осознания в Духе. Друзья, давайте возьмем вот эту зону. Знаете, что произошло, к сожалению? Такая прекрасная, удивительная дисциплина, как размышление над Писанием, она почему-то на сегодня не столь актуальна в деле. Но Писание нам рекомендует давайте скажем так. Почему Иисусу Навину Моисей дал поручение, чтобы книга «Семья» ну не отходила от уст. Она будет в устах, если она будет в размышлении. А Парапе Тимофеев говорит «Вникай в себя! Вникай в себя в плоскости Духа и в учение! и занимайся с ним постоянно!» А теперь, друзья, минуточку внимания. Он не говорит «Вникай в себя в зоне души!» Потому что это то, что собьет твой фокус. Когда ты будешь смотреть на те волны, которые поднимаются, ты прекратишь идти по воде. Но твое хождение будет успешным по воде только в том случае, когда ты смотришь на Христа. Поэтому вникай в себя в духе, вникай в себя в ту истину, которая сокрыта внутри тебя, как в этом святилище, как в этой скиньи. И, кстати, вот эта скиньи Давидова, которую получила через откровение. Мы сейчас являемся лично каждым. И мы, как церковь, продолжаем восстанавливаться Духом Божьим, где эти трещины заделываются для того, чтобы Бог был прославлен. И это снова все о нем. Это все о нем. И, друзья, я просто сейчас приглашаю вас в эту зону активного размышления над Писанием. Я благословляю каждый разум, я благословляю каждое сердце наслаждаться в этом размышлении с Духом Божьим. Я говорю нет никакому самоковырянию. Я говорю нет блуждающим мыслям. Я говорю нет падения фокуса и видения. Я говорю акцент на Писании в Духе. Акцент от сердца Божьего. Папа просто раскрывай каждому способность видеть и слышать через размышления над твоим словом твое сердце. Мы благословляем и запечатываем это все сейчас для жизни каждого. И есть друзья ответственность Бога, которая приходит вместе с благодатью сделать это. Но есть также наша часть быть в этой дисциплине. Точно также сюда мы включаем пропитывание. Пропитывание в Духе Святом. Друзья, в Духе Святом. Еще раз делаю акцент. В Духе Святом. И пропитывание словом. потому что одно без другого не будет иметь вес. Будет перекос. Но пропитывание в Духе Святом и в слове оно даст гармонию. Нам нужно ходить к Отцу на небо, как Иисус это делал по ночам. чтобы рассматривать Папа, что ты имеешь в завтрашнем дне. Папа, что в твоем сердце имеет об этой ситуации, которую я рассмотрел в Духе. Об этой, об этом человеке. И когда мы это с Отцом рассмотрели в Духе, от его сердца, мы высвобождаем это совершенно по-другому. Мы получаем инструктаж. Мы получаем разнарядку от Папиного сердца, как нам действовать в соответствии с его назначением. Это так славно. Это преславно, друзья. Слава Богу. Поэтому, дорогие, вот эти дисциплины, вы можете просто их брать и практиковать. Вопрос не в том, получилось или не получилось. Практика. Даже если не получилось, я все равно достигаю цели. Редактор субтитров